Ох и камышистая же речка Оскол Как по взгорью разлеглось село Синьков У Синькова оскол река делится на три рукава русла А между ними, между этими рукавами, руслами острова Буйным камышом закудрявленный, остролистником, осокой, дикой мятой Среди камышей тех буйных озера зеркала А на озерах кувшинки, белые лилии и ковры, ковры, ковры темно-зеленые ряски А посреди озера плесы, где вскидываются щуки, как корыта Где пускают пузыри золотистые караси, ну ей-богу, как лопата И лени, ох же и лени, вы никогда не поверите И падают на те озера черки, падают крыжни и широконоски И везде-везде среди камышей, на реках наших маленьких и больших Есть обязательно белое озеро и обязательно есть камышовое Более поздние названия озер-зеркал пошли либо от имени бывшего хозяина Либо от какого-нибудь события, свидетелями которого были озера-зеркала эти Может быть, сеча там была с турками или татарами Может быть, чья-нибудь буйная или смиренная головушка в том озере смерть приняла Вот и будет тогда татарское либо турецкое озеро, Марусино, Иваново озеро А то, может, князь какой древний над озером шатер свой раскинул, когда на печенегов походом шел И вот с тех самых прадедовских времен зовется оно князь озера А правнуки наши будут называть озера на реках наших, где происходили страшные бои с гитлеровцами Коупак озеро, Молодчий озеро и вообще Герой озеро А близ села Сеньково, под горой, где закудрявился лес Рыжок, есть озеро Сердюково И есть озеро Кермасово И на Сердюковом озере, и на Кермасовом ряска И кувшинки, и лилии, и дух мяты, и шум камыша, и караси, и щуки, и самы Вы на Кермасовом были? Нет? Ой-ой-ой, да там же утки этой самой, что песку в море Вы когда-нибудь охотились с крякухой? И вообще, знаете ли вы, что такое крякуха? Не знаете? Ай-яй-яй-яй-яй Ну как же это так, что вы не знаете, что такое крякуха? Крякуха, или как еще называют подсадная утка Такая вроде самая обыкновенная с виду уточка Поменьше домашней, поменьше крыжня, но побольше черка Некоторые утверждают, что кряква – это помесь дикой и домашней утки Что для того, скажем, чтобы добыть уток крякух Надо пустить весной домашнюю утку на озеро, чтобы ее там потоптал дикий селезень И тогда из оплодотворенных таким образом яиц домашней утки Вылупятся крякушонки На самом деле, это совсем не так Крякухи – особая порода уток, выведенная, как нам сообщили уже давненько, в Тульской губернии Оттуда она и распространилась по всей стране По внешнему виду крякуха серовата Цветом пера напоминает крыжня Однако она меньше крыжня Характерная ее особенность та, что когда она видит или даже не видит, а только слышит в воздухе шум полета одиночной утки или же утиной стаи Она кричит, крякает, призывая летящих своих сородичей подсесть к ней и познакомиться Так, 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 пожалуйте ко мне Так, 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 очень вас прошу Так, 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 так Вот, следовательно, и служит крякуха приманкой для диких уток Хотите знать технику? То есть то, как крякуху пускать на озеро или на реку, чтобы она вам уток приманивала? Это очень просто На одну лапку крякухи нашивается такой кожаный чулочек К нему прикрепляется небольшое кольцо К длинному шнуру, привязанному к кольцу на крякухиной лапке, прикрепляется грузило То есть гирька или просто увесистый камень, который погружается на дно озера А крякуха, привязанная к нему шнуром, плавает словно на якоре Предоставляете ей небольшую площадь, ну, это-ка, 4-5 квадратных метров, где она купаясь и тихонько крякая плавает А вы в челне забираетесь в густую осоку или камыш, замаскировываетесь, сидите и ждете И со скуки перебрасываетесь словами с крякухой Тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас-тас Но вдруг крякуха резко и тревожно будто даже захлебывалась Как-как, 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 в голосе тревога, беспокойство, истерика, а сама она как будто в воду нырнуть собирается Следите Это стервятник ястреб, заметил вашу крякуху и кружит над нею Не зевайте, ибо стрелой упадет ястреб, и не будет у вас больше крякухи Зорко всматривайтесь, не мелькнет ли, где на воде или же на камышах тень крякухиного погубителя И без колебаний, заметив его, бах! Застрелили вы ястреба или не застрелили, но отогнали Второй раз вряд ли потянет его полакомиться вашей крякухой Успокоилась крякуха, успокоились и вы Опять слышите Как-как, как-как Однако это как, какое-то неуверенное, равнодушное Это какая-то пташка порхнула через озеро Может, камышовка, может, выпь, а может, по рязке пробежала чернявенькая дикая курочка И снова тихо И вот вам призывное Как-как, как-как, сколько нежности и лукавого кокетства в голосе Я здесь, я здесь, ко мне, друзья Вы смотрите вверх, проплывает стайка черков Не все из них обязательно садятся Повинуясь крякухиному зову Но все же садятся Ну, пойдемте с вами на озеро Кирмасово Оно неподалеку от села, может быть, всего в километре Там, на Кирмасовом озере, дед Кирилла карасей ловит Там в камышах стоит его челнок И на камышах сохнут разосланные вентеры А попадете ли вы на озеро, спрашивает дед Кирилл Я завтра вентеры не буду ставить Пойдите, посидите с крякухой Вчера, как въезжал в озеро, там такие крыжни поднялись Штук, верно, девятнадцать И черки были Только ж попадете ли вы на озеро Потому как стежка туда по высоке чуть-чуть приметная А само оно, озеро, густым камышом обросло Глядя с дороги, никогда и не скажете, что там есть озеро Может, прийти к вам и проводить Предлагает свои услуги дед Кирилл Да нет, дедушка, лучше расскажите, по каким приметам отыскать это озеро Где сворачивать на стежку через осоку Я один найду, а вы поспите Потому что пойду я чуть свет Так вы, значит, так, поучает дед Кирилл Пойдете этой дорогой понадосколом к лесу рыжок Когда будете идти, слева под горой увидите стужки сена Один стужок, второй, третий Как насчитаете три стужка Немножко пройдете дальше и посмотрите направо Будут там у дороги березки Так дойдите до последней березки Она самая толстая И оттуда уже смотрите на осоку Берег там сплошь в осоке Там заприметите узенькую стежку через осоку Это, собственно, не стежка А так, вроде бы осока мало спримята Потому как никто туда на озеро не ходит, кроме меня Вы иступаете вот той стежкой до камышка Там в камышах увидите такие, словно бы, ворота Это уже как подойдете близко к камышу Потому как и издали тех ворот не видать Когда подойдете близко к камышу, вода будет Да там не глубоко, а сапоги не нальются Идите смело И вот как войдете в камышовые ворота Увидите мой челнок Челнок, правда сказать, плохенький С течью, но там ковш лежит Будете воду вычерпывать Протек дьявольский челнок Это уже третий год, как он протекает И никак не соберусь законопатить и просмолить Ну да это ничего, он выдержит Чаще только воду вычерпывайте Весельце с собой возьмите Потому я без весла обхожусь, когда вентери ставлю Я шестом Плывите протоком между двух стенок камыша Проток хоть и узенький, но все-таки челнок пролезет Проток вас и выведет на озеро Только смотрите, не заденьте, не свалите Мои вентери Как вы едете на озеро Гребите к другому берегу Там уток больше Да, там и плес шире, чтобы крякуху пустить И кусты рогозы ездят И очень удобно укрыться Утка и не заметит Ранехонько утром Вы берете ружье, весло, корзинку В которой покрякивает крякуха И идете к Гермасову озеру Темно Кукарекуют петухи Вы миновали крайнюю в селе хату Впереди вдалеке темнеется лес Рыжок Справа блестит оскол Тихонько шумят камыши Здесь запроектированно построить Колхозную гидроэлектростанцию Вы пристально вглядываетесь влево Туда, где должны быть стажки сена Начинаются кусты Вот и первый стажок И второй, и третий А где же последняя березка? Самая толстая Ага, вот и последняя Самая толстая березка А где же стежка? Через осоку Вы долго ходите около осоки Вглядываетесь, ищите Где она примята? Вот она Вы уверенно идете Примятой осокой Доходите до камышей Ворот в камышах нет Перед вами стена густого При густого камыша Который словно Насмехается над вами Ну что, нашел? Издеваясь, шуршит камыш Вы возвращаетесь на берег И опять ищите Примятую осоку И ищите, и ищите И почти бессознательно Мурлычите себе под нос В осаду ли, в огороде, травушка помятая, не работа меня сушит, а любовь проклятая. Вы ловите себя на этих напевах и ругаетесь. А и верно, не работа тебя сушит, а любовь, только не проклятая, а самая настоящая любовь к природе, к зеркалу-озеру, к тихим плесам, к посвисту утиных крыльев. Да нет, это же и есть та самая стежка, примятая осока. Вы вновь бредете к камышам. Вот и вода. Чалкает вода под сапогами, которые вы с трудом вытаскиваете из трясины. Ступив на кочку, а затем перепрыгивая с кочки на кочку, приближаетесь к камышу. Стой! Вот что-то вроде ворот. Ползете по грязище сквозь ворота. Вот и челнок. Над камышом стрелой метнулся черенок. Крикуха ваша в корзинке, услыхав шум утиных крыльев, сразу «ках-ках-ках». А вы ей «тась-тась-тась». Не кричи, голубушка. Сейчас выплывем на озеро, будешь там плавать, тогда уже станешь кричать. Вытолкнув челнок, на место поглубже вы усаживаетесь и держите путь к озеру. Челнок из непокорных. Он во что бы то ни стало хочет въехать носом в вентер деда Кирилла. Вы выруливаете на середину протока. Вентер носом челнока не задет, но вы сами зацепили этот вентер веслом. И он падает на вас как раз своим широким отверстием. И голова ваша проскакивает в обручь, и вы уже точно пойманный карасе. А, впрочем, в конце концов, все-таки вы руливаете и плывете к плесу. Привязываете к рекуху Грузиллу, самому обыкновенному камню. Бульк, камень в воду, и крикуха ваша, ныряя, плавает по плесу. Быстрехонько вплываете в рогозу, густой-прегустой куст рогозы посреди озера. Пригибаете ветви к стеблю и сидите под ними, словно в зеленом шалаше. Заряженная централка лежит у вас на коленях. Вы весь, внимание, напряжение. Сереет, над озером туманится. Вот пискнула камышовка. Серенькая маленькая печушка уже проснулась. С невероятной акробатической ловкостью она перепрыгивает со стебля камышинки на рогозу, схватывает лапками тонюсенький ее стебелек и качается на нем. Она вас совсем не боится. Качается прямо над вашей головой. Вот-вот за фуражку заденет. Пробежала по зеленому ковру рязки курочка. Остановилась против челнока. Смотрит удивленно. Она здесь все лето живет, а такого еще не видала. Вы шевельнулись, курочка метнулась и исчезла. Крякуха покрякивает спокойно. Так, 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 нет, значит, пока ничего. Но вот внезапно что-то большое, шумно пронеслось мимо вашего челнока и уцепилось за рогозу, зажав в лапках несколько стеблей сразу. Стебли пригнулись к самому челноку. На вас смотрит, оторопев, большая, рыжесерая, неуклюжая птица. Она, отродясь, не видела в этой рогозе ни челнока, ни писателя. А он тоже оторопел. И остолбенело смотрит на нее широко раскрытыми глазами. А-а-а, да это же выпь, пугающие детей своим громким над камышами. Бу-у-у-у, бу-у-у-у-у. Вы делаете чуть заметные движения, и выпь, шумно рассекая рогозу, исчезает. Крякуха всполошилась. Как-как-как? Дась-дась-дась. Спокойно. Выпь. Никакой тебе не враг. Солнце. Солнце. Его первые лучи ударили по камышам, по плесу. Золотой стала рязка. Плес – огненное зеркало. И в этом зеркале купается золотая крикуха. Растаял туман. Вдруг призывное. Ка-ка-ка. Ка-ка-ка. Заливается крикуха. Высоко-высоко над озером проплыла стая крыжней. Не приземлил их крикухин клич призыв. Промчались дальше. О, что же это такое? Крикуха что-то слишком далеко от камня отплыла. Тась-тась-тась. Куда это ты? А она трепыхнула крылышками и поплыла в камыши. Отвязалась. Тась-тась-тась. Так куда там? Где-то уж довольно далеко в камышах откликается. Ках-ках-ках. Возможно, она откликается на ваши тась-тась. А возможно, встретилась с крыжнем знакомиться. Прощай, крикуха. Первый раз не повезло. А Иван Кириллович, чья крикуха, очень настойчиво просил и наказывал. Смотрите же, чтобы не отвязалась. Они крикухи такие. Носиком развязывают узелок на кольце. И тогда прощайте. Ой, что же делать? Что же этому Ивану Кирилловичу сказать? Но не всегда крикуха отвязывается. Это у новичка-крикушечника так порой бывает. А если нормально, то крикуха плавает, плещется, покрякивает. И вот вам призывающе. Ках-ках-ках. Ках-ках-ках. То осторожная лысуха выплыла из камышей. Она озирается по сторонам, клонит голову на левый бок и правым глазом смотрит на небо, на солнце. Она ведь слышала, а возможно и видела, что в озеро заплыл челнок, а теперь никого нет. Только уточка свободно плавает и никого не боя скупается. Осторожненько, тихохонько, раздвигая ряску, лысуха плывет к крикухе. Ах, какая же ты, лысочка, доверчивая! На крик зов крикухи по-разному реагируют пролетные утиные стайки и одиночные дикие утки. Вот летит стая черков. Их двенадцать. Заслышав крикуху, они вдруг сворачивают к озеру, быстро облетают озеро, раз, потом исчезают за камышами и снова появляются над озером, но уже немного пониже. Ишь, какие осторожные! Зорко всматриваются, нет ли где на озере чего-либо опасного. Вы сидите в челноке, скрытом за рогозой, и ни звука. Тогда они падают на озеро, словно кто-то из сита просыпал. Но падают далековато от крикухи, в разброд, никучи. Упали и с минутку сидят, как набивные чучела, неподвижно. И только через некоторое время начинают подплывать друг к другу, медленно приближаясь к крикухе. Вы не шевелитесь. Ждете, пока они сплывутся, чтобы затем одним выстрелом свалить их. Ну, если не все двенадцать, то на худой конец немного меньше. Но только немногим. Сидите, задумавшись, или заметив в стороне курочку, наблюдайте, как она по рязке перебегает. Крикуха спокойно покрякивает. Вы перевели взгляд на крикуху, а на том месте уже не одна, а три птицы плавают. Когда они прилетели? Как очутились возле крикухи? Вы на этот собственный вопрос только плечами пожимаете. Вы всматриваетесь. Где же ваша крикуха? А где же гости? Наконец разобрались. Да отплывите же от крикухи, потому что не могу я больнуть. Могу крикуху задеть. И когда они, перебирая носами, рязку отплывают, тогда ба-бах, ба-ба-ба-бах, ка-ка-ка, восклицает крикуха. И камнем на нее валится пара крыжней. Даже крикуха перепугалась и шарахнулась от них. Они всплываются. Кажется, крикухи не заденете, так как ваше ружье бьет кучно. Вы целитесь в первого, который ближе к вам, с надеждой, что заденете и второго, плывущего за ним. А знаете, как целить в сидящую утку? Не в нее непосредственно надо целиться, а под нее. Бах! Первый крыжин завертелся на месте и вдруг ныряет. Второй с криком срывается и летит на вас. Этого вы бьете в лед. И представьте себе, падает. Падает и этот. Тем временем выныривает первый убитый. Гордостью так и пышет от вас. Вот если б сейчас вас увидели тех, кто всегда допытывается, заметив уток на ваших тороках. Дорого ли нынче утки? А если сядет на плес тучей стая крыжни, может, тысяча, может, две тысячи, а может, пять тысяч? Да что там говорить? Охота с крикухой очень добычливая, спокойная охота. Особенно для охотников, которые уже в годах, которым бродить по болотам и лазить по камышам уже, ну, как бы выразиться, тяжеловато. Только не слишком увлекайтесь. Убили десятка четыре или пять и ступайте себе домой. Не надо обязательно пятьсот или тысячу. Это слишком много. А так, одну на борщ, а одну на жаркое с яблоками или с брусничным вареньем и хватит с вас. Дед Лука вообще был прекрасным охотником и еще более прекрасным крикушечником. И крикухи у него были такие, как ни у кого другого на свете. «Я, — рассказывал дед Лука, — пущу, бывало, крикуху и сижу. А тут вдруг туча. Села возле крикухи тьма тьмущая крыжней, может, тысяча, а может, две, а может, пять тысяч. Я засмотрелся, да как двинул из обоих стволов разом, как взвелись они, ну, я вам говорю, как буря. И ни одна не лежит. А мне невдомек, что двинул-то я из обоих стволов не уток, а у камыша. Заворожили они меня, да». Дед Лука никогда не говорил «выстрелил» или «пальнул», а всегда он говорил «двинул». «Да, да, так вот, один раз сижу я с крикухой, как вдруг налетает на плес, ну, словно туча, может, тысяча, а может, две, может, пять тысяч. Ну, разве их сочтешь, когда они друг дружку давят?» Я прицелился и как двинул из обоих стволов разом. Подплываю на челноке и подбираю. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девятнадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцатая на веревочке крикуху убил. Ох же и крикуха ж была, а-а-а, единственная на свете. Расчудесная штука. Охота с крикухой на чудесном Каупак озере. Так оно, это озеро, скоро будет называться. Охота с крикухой на чудесном Каупак.